Здравствуйте, дорогие друзья! Как я рад вас видеть. Надеюсь, что вы меня тоже рады видеть. Иначе бы не смотрели вот это все. Я вас благодарю за то, что вы пишете комментарии. Я их читаю с большим удовольствием. За то, что вы материально поддерживаете канал. Это тоже немаловажно. Ну и напоминаю о существовании плейлистов. Потому что очень много просьб поступает. Люди хотят, чтобы я показал ту или иную пластинку. А вдруг эта пластинка уже показана. Потому что в плейлистах больше 500 роликов. И там полно всего. Если там нет вашей любимой пластинки, то пишите. Возможно, она есть в этих шкафах. Ну а я вспомнил замечательный альбом моего любимого музыканта, артиста, художника и человека Джона Леннона. Mind Games. Старый и новый. Это тот случай, когда старый лучше. Это часто бывает. Но я люблю новые издания. Ремонстрированные всякие. Потому что люди все-таки работают и делают со звуком чудеса. Творят. Потому что старые записи, они все-таки бывают, что не очень качественно записаны. То есть записаны-то записаны, а сведены от мастерины не очень хорошо. Современные возможности позволяют все-таки звук улучшить. что не портит совершенно винилового звучания. Эта пластинка не превращается в компакт-диск. Но это отдельная история. Вообще, долгий разговор. Вот. Ну, здесь тот случай, когда старое издание звучит лучше. Аппаратура моя позволяет сравнить, сделать выводы. Но, тем не менее, все равно новое тоже приятно слушать. Звончее. Оно звончее. Высокие. Не то, чтобы задранные, но их слишком много, по-моему. Ну, это опять-таки дело вкуса. Mindgames, 1973 год. Очень странный альбом. Очень странный. Чем он странен, я могу сказать, это не только, на мой взгляд, а вообще, в принципе, так, если объективно посмотреть, после ледяного и кровавого, просто на разрыв души замечательного альбома Plastic on a Band, после рокового, несмотря на лирические моменты, все-таки рокового и жесткого Imagine, опять-таки, несмотря на всю красоту, там очень много моего любимого Джона Леннона, который играл песню Year Blues на белом альбоме, да, вот этого самого, там достаточно, после декларативного и плакатного и бешеного совершенно Sun Times in New York City, который мне нравится, кстати, тоже очень, вдруг очень легкий по звучанию альбом. очень легкий и такое, если взять песню Yoachir, например, предпоследнюю, пошли маракасы и пошли какие-то карибские такие напевы, такое ощущение, что, безумленно, сидел в бермудах под пальмой с банановым коктейлем, с каким-нибудь народным инструментом юго-восточным и сочинял эту самую Yoachir. Ну, поскольку он композитор замечательный, и это не только мое мнение, а мнение массы музыкантов, как сказать, первого уровня, да, мировых знаменитостей, на вроде как Бернстайна, на вроде как Иегуди Минухина, и массы-массы-массы композиторов, исполнителей, которые просто в музыке разбираются лучше меня, наверное, и лучше многих из нас и из вас. Извините уж, да. Композиторский талант Джона Леннона оценивается очень высоко. Это я к тому, что это самая Yoachir, которая начинается с этих вот карибских дел, все-таки, так сказать, поскольку автор с гармонией разбирается по-настоящему, он превращает все-таки ее в нормальную песню, которая уводит нас из этих самых теплых океанских волн в нашу нормальную жизнь. Я, кстати, недавно приехал тоже из теплых волн, поэтому немножко еще в себя не пришел. Ну, это ничего. Мид Сити, последняя песня, это самый главный, самый настоящий Джон Леннон здесь, вот с этими ревущими, бьющими в самый мозг гитарами. Я блюз, мой любимый, сразу вспоминается, вот это хлесткие вот эти гитары, хотя на гитаре играет здесь Дэйв Спиноза, замечательный музыкант, но я так подозреваю, что и Джон Леннон здесь играет на гитарах, и не один раз. В частности, если говорить о песне Mind Games, заглавной, до которой я дойду, потом еще раз вернусь к ней, там звучит оркестр внизу, да, все его слышат, все его помнят, но где-то я прочитал, что Джон Леннон, усмехнувшись, сказал, вы слышите, оркестр там играет? Так вот это не оркестр, это я играю на слайд-гитаре. Этот звук заобработан, и он кажется внизу как будто бы оркестром. Я не знаю, может быть и так, вполне допустимо, что так, потому что Джон Леннон был не только автором, естественно, всех композиций, но был еще и продюсером, всю работу сделал Джон Леннон и как аранжировщик показал себя будь здоров, как, на самом деле. И звучание здесь очень сильно отличается, как я уже говорил, и от Imagine, и от Pastico My Band, и от сам Times New York City, где аранжировать было особенно не то чтобы нечего, но как-то так это сделано попроще все. Здесь сделано очень плотно, очень правильно, главное все так по-музыкански. То есть работа аранжировщика тут вообще не подкопаться. То есть очень мощно. Ну и песни, несмотря на всю вот эту легкость, воздушность и какую-то танцевальность, половина из них посвящена все-таки Йоко. Йоко, например, вот это I'm sorry. Как это произносится по-японски, я не знаю точно, потому что Джон поет тоже со своим акцентом и все это так двояко, конечно. Но это чистое посвящение Йоко. Джон просит прощения за свое нехорошее поведение. Йоко же ему отказала от дома, они расстались, да, и вот хотел вернуться, Йоко его не пускало. Вот здесь Джон просит прощения. И тут еще кое-где есть отсылки к своей любви, которую он хочет вернуть, и все. Это половина полотна, а вторая половина жестко, просто жестко, яростно, антивоенная, на уровне Санктайна Нью-Йорк-сити, только не с такой плакатностью, как на этом альбоме, а очень музыкально все, очень музыкально, очень тонко, хотя, как тонко, Фреда Пипл, там, откровенно, да, дайте людям свободу, прекратите убивать, и вообще вы нехорошие люди, дьяволы, убийцы, омерзительные все подонки, негодяи, и освободите людей, в конце концов, дайте им нормально пожить, прекратите свои убийства, войны, и всю эту вашу гадость. Mind Games это вообще гимн антивоенный, просто один из самых, наверное, одна из самых мощных антивоенных песен Джона Леннона, потому что он же хотел назвать эту пластинку Make Love Not War, если я не ошибаюсь, и последние строчки в Mind Games вы помните, как они звучат I want you to make love, not war, I know you are here before. Я думаю, что вы слышали это раньше. И не названа пластинка этой фразы по одной прошлой причине, что вы наверняка слышали это раньше, как спел Джон Ленн здесь. То есть он подумал и понял, что эта фраза настолько уже затерта к 73-му году, настолько она стала банальной, и настолько она не сработала, что называть пластинку так это просто глупо, как-то инфантильно было бы. Но он спел эту фразу в конце. и как сказать, когда он когда он это говорил в этой фразе, да, он говорил, что 60-е просто оказались великой глупостью. Вот все все наши протесты, все наши цветы, все наши хиппи, все вот это, это все оказалось просто звуком пустым, потому что злые дяди, которые сидят в больших кабинетах, делают свою работу и на них это никак не повлияло. Вообще все это продолжается. Поэтому он и спел Free the People. Хватит уже, достали во всех нас, поэтому вот закончим. Тайтас, второй номер, веселая, хорошая песня, неприличная, с неприличным названием, но Джон Леннон изменил букву С на знак доллара и цензура его пропустила. Но это тоже чистый Джон Ленноновский рок-н-ролл, гитарный, бодрый, неприличный, хамский и веселый. Настоящий ракешник отличный. Вот этот самый I'm sorry, я не буду говорить по-японски. Неожиданный какой-то такой странный блюз, странный лирический блюз, прощения просим любимой любимой женщины и все будет хорошо, если я буду хорошим. Стану хорошим, как пел Петр Мамонов. Видимо, не стал. One day это time прекрасная песня Фреда Пиппл, я говорил уже, да, и Intuition, который начинается с басового, басовой фразы, очень красивый, очень красивая песня, просто. Настолько этот диск насыщен мелодиями, настолько насыщен красотой, чистой, что вот поэтому он окажется таким легковесным. Здесь очень мало, несмотря на Фреда Пиппл, несмотря на Мид Сити, последний номер, жесткий, вот этот самый, по которому я уже упомянул, он настолько насыщен красотой и какой-то такой свободой, светом, солнцем, окружающим миром, что кажется немножко даже пустым по первому прослушиванию, да, а потом, когда начинаешь переслушивать, понимаешь, что нет, так много здесь всего, так все интересно, и настолько мощно все-таки, Лен, как он красиво поет здесь, удивительно, наверное, вот северный климат меня достал после 40-градусной жары, ну, ничего пройдет, наверное, самое красивое пение здесь на этой, на этой пластинке у него, тонкая, чистая, без, без рева, без крика, без хрипа, ну, да, очень все хорошо, моя любимая Out of Blue, Out of Blue, Out of Blue, с акустической гитары начинается, и, чтобы сделал простым музыкант, он так бы на птичной гитаре бы ее и спел, но здесь врубается бэнд, все меняется, картинка меняется, а песня продолжается и остается цельной, при этом удивительно, очень красиво все, слово красиво я могу повторить бесконечно, потому что здесь куда не ткнешь, все сплошная красота, но в отличие от уважаемого мночей Пола Маккартни, который красотой забивал свои пластинки до такой степени, что слушать их мне было уже просто невозможно, просто красота, дальше еще краше и еще краше и под конец уже совсем красиво, хочется что-нибудь по гаже, все-таки, это все-таки рок-н-ролл, то здесь эта красота выверена, очень выверена, очень все точно, Дэк Спиноза, опять-таки, Джим Келтер на ударных, Майкл Брейкер на саксофоне, то есть тут бэнд, будь здоров, какой, мелотрон, фортепиано, акустические гитары, электрические гитары, все, что угодно, пластинка светлая, красивая, как я уже говорил, я сгорел, что я буду повторить слово красивая, а иначе не скажешь, Майн Геймс, Игры Разума, продолжайте Игры Разума, в ту сторону играйте, посылайте мяч в те ворота, где нет убийств, нет крови, нет злости, нет всяких гадостей других, вот, и тогда как-то будем жить дальше, наверное, да, все, я пойду пить и до новых встреч, пока. Субтитры сделал DimaTorzok